Газовое внутриквартирное оборудование относится к высокой категории риска. Его техобслуживание должно быть регулярным и проводится на основании договора. Какие предусмотрены санкции в случае, если граждане этого не сделали? Жильцы многоквартирного дома номер 5 по улице Баранова больше суток провели без газа. Никакой информационной поддержки от сотрудников Леноблгаза мы не получали. Причины отключения и сроки подачи газа, опять же, с жильцами обговорено не было. Объявление было о проведении технических работ с 9 до 5. Подача газа у нас произошла на следующие сутки в районе 16 часов. Косвенно было предъявлено, что пока мы не уговорим всех жильцов подъезда, стояка заключить договор, подачи газа произведено не будет. Ко мне неоднократно приходили сотрудники газовой службы, предлагая мне подписать как раз этот договор на техническое обслуживание. Газового оборудования. На что я им ответила, что я не являюсь собственником данной квартиры. И я отказываюсь подписывать данный договор только именно поэтому. Кто должен заключать договор о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования? Законно ли это требование? На эти вопросы ответил начальник Сланцевского участка газоснабжения Вадим Алексеев. Есть постановление правительства, по которому каждый владелец жилой квартиры, жилого фонда, либо наниматель, должен заключить договор на техническое обслуживание газового оборудования со специализированной организацией. По этому постановлению возможна форма заключения либо напрямую каждого жильца, либо через компанию управляющую. В настоящий момент по городу у нас половина примерно жилого фонда заключили договора с нашей организацией через компанию управляющую. Компания управляющая работает с нами. Другие организации, в частности, например, последний Веросервис отказалась от такого формы работы с нами. И теперь жильцы компании управляющей должны в срочном порядке заключить договор, каждый индивидуально, на техническое обслуживание. Общее домовое имущество, это управляет компания, именно находится в управлении компанией управляющей, и ей вменено в обязанность такой договор заключить. Мы санкциям не занимаемся, мы организация эксплуатирующая. Это вопрос поставщика газа, «Газпром-регион-газ». Но по постановлениям, по всем, человек обязан такой договор заключить. Это ему вменено в обязанность. Нашей организации дано право предложить квартиросъемщикам такой договор заключить. Управляющей организацией многоквартирного дома номер 5 по улице Бараново является общество с ограниченной ответственностью Веросервис. Мы обратились за разъяснениями к начальнику юридического отдела этой организации Виталию Куклину. В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации номер 410 от 14 мая 2013 года, которое регламентирует порядок заключения таких договоров и в целом деятельность по техническому обслуживанию как внутридомового оборудования газового, так и внутриквартирного газового оборудования. Один из вариантов, и основной я бы его назвал заключение договора по поводу внутриквартирного газового оборудования, это заключение договора от имени собственника помещения и обслуживающей организации, то есть специализированной организации, которая занимается данным видом деятельности. Есть, конечно же, еще один вариант заключения договора – это подписание этого договора от имени собственников помещений управляющей организации. Но это возможно только в том случае, если существуют принятые решения этими собственниками. То есть эти решения должны быть приняты о том, что они уполномочивают управляющую организацию подписывать от имени этих собственников помещений такие договоры. Таких решений нет, поэтому мы не вправе выступать от имени этих собственников и подписывать подобные договоры. В настоящее время существует заключенный договор на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования. Он начал свое действие 26 января 2015 года и заключен на три года. Эти договоры нужно заключать отдельно собственникам. Свои комментарии по данному вопросу также дал помощник Сланцевского городского прокурора. Федеральным законодательством предусмотрено, что техническое обслуживание и ремонт внутридомового и внутриквартирного газового оборудования осуществляется на основании договора, заключаемого между заказчиком и исполнителем. Вместе с тем, с законом также установлено, что отсутствие такого договора является безусловным основанием для приостановления подачи газоснабжения. Здесь следует отметить, что инициатором заключения договора на техническое обслуживание внутриквартирного внутридомового газового оборудования должен выступать собственник жилого помещения. Однако газоснабжающая организация вправе предложить собственнику жилого помещения заключить такой договор, либо напомнить о необходимости его заключения. Почему законодательством установлены такие жесткие меры, вплоть до приостановления подачи газа? Разъясню то, что сфера специфическая и от состояния внутридомового внутриквартирного газового оборудования, его исправности, зависит безопасность не только отдельной квартиры, но и целого дома. Следует отметить, что при приостановлении газоснабжения должен быть соблюден порядок уведомления жителей о предстоящем отключении газа, и также должен быть соблюден срок, в течение которого газоснабжение в жилое помещение не предоставляется. Продолжение следует...